Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Я Уилл Кейн, сегодня заменяю Такера. К сожалению, мир продолжает балансировать на грани Третьей мировой войны. Согласно Associated Press, со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки, «Российские ракеты», цитата Associated Press, «пересекли границу члена НАТО Польши, убив двоих человек». По словам Пентагона, они отслеживают эти сообщения, не делая при этом никаких поспешных выводов. Тем не менее, ясно давая понять, что США руководствуются пятой статьей устава НАТО, согласно которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на всех. Если это действительно были российские ракеты, все, что мы знаем сейчас, ракеты или снаряды упали на ферму на границе Польши и Украины на польской территории, убив двоих. И если это были русские, стоит опасаться, что украинский конфликт расширится и станет чем-то большим. Украинский конфликт перерастет во что-то большее. Это не первый случай, когда эффект бабочки может сработать в Восточной Европе. Например, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда перед Первой мировой. А затем глобальная война потрясла Америку. Так что давайте без ядерного конфликта в этот раз зададим сложные вопросы и поищем здравомыслящих лидеров. В репортаже вы слышали упоминание о пятой статье. Это положение о самообороне в уставе НАТО. Ее применение будет означать войну против России, в этом нет сомнений. И спустя несколько минут после удара по Польше, Эстония, страна НАТО, прямо заявила, что мировая война возможна. Цитата. «Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО». А Америка? По некоторым сообщениям, вместо пятой статьи, Польша сошлется на четвертую. И это позволит им просить НАТО о коллективной помощи Украине. Больше денег, возможно. Воздушный и противовоздушный щит над Украиной. И действительно, Белый дом попросил Конгресс выделить еще 37 миллиардов долларов. И, конечно, они их получат. Иными словами, неважно, кто нанес удар по Польше, они станут еще богаче. Военные подрядчики. Мы, послушайте, мы пока не знаем, что случилось в Польше. Мы не знаем, откуда эти ракеты. Мы не знаем, что было их целью. Мы не знаем, было ли это ошибкой. Россия отрицает запуск. Пентагон пока даже не подтвердил случившееся. Президент Зеленский, конечно, обвинил Россию. Но нам нужно знать ответы на вопросы, прежде чем бездумно вступать в войну. От этих вопросов нельзя просто отмахнуться со словами «защитник Путина» или «сторонник теории заговора». Как они сделали? Или о деталях и фактах вокруг нападения на пола Пелоси. Чуть позже мы вернемся к этому. Печально, но наши лидеры в Вашингтоне не в состоянии справиться со всем этим. Джо Байден был вынужден пропустить ужин с мировыми лидерами на саммите G20 на Бали. Он вернулся в свою комнату в отеле по неизвестным причинам. Он был на телевидении прямо перед нашим эфиром и выглядел весьма потерянным перед телекамерами. Может быть, к лучшему. Ведь если бы он был в сознании, то мог бы неосторожным словом довести нас до новой Хиросимы. Слова — это сила. Говоря о силе слов, вспоминаешь знаменитого Лавара Бола. Выдавай желаемое за действительное. Глава Министерства внутренней безопасности заявил, что наша граница защищена, по-видимому, пытаясь выдать эту ложь за правду, в то время как фентанил каждый месяц убивает тысячи американцев по всей стране. Я слышал, как недавно вы заявили в судебном комитете, что наша граница в безопасности. Министр Майоркас, вы продолжаете утверждать, что граница защищена? Да, и мы работаем днем и ночью, чтобы сделать ее еще безопаснее. Алехандро Майоркас не проигрывает никогда. В реальности более 230 тысяч человек пересекли границу в прошлом месяце. Сравните это с 60 тысячами в октябре 2019-го. О том, что на самом деле происходит на границе, в репортаже Билла Мелугина. Посмотрите на это видео, которое мы сняли сегодня утром. Это видео с дрона, на котором мы видим, как многочисленная группа из нескольких сотен мигрантов нелегально проникает в Нормандию в штате Техас. Нормандия — это крошечный городок к северу от Игл Пасс. И если вы посмотрите, то увидите, как сплошной поток мигрантов с противоположного берега Рио-Гранде заходит в Техас. Никакого сопротивления по обе стороны границы. И когда мигранты попадают в США, они просто пролезают под забором, возведенным властями Техаса, и заходят на территорию, где ждут, когда их примет пограничный патруль. А вот через пару часов после нашей съемки с дрона мы видим еще одну группу мигрантов, незаконно проникающую в окрестности Игл Пасс. Это частный ореховый сад, который пересекает пара сотен взрослых. Источник в пограничном патруле рассказал Fox News, что только с 1 октября этот сектор Дели Рио незаконно пересекли 50 тысяч человек. Совершенно беспрепятственно. Как республиканцы должны ответить на подобный кризис, когда федеральное правительство Джо Байдена отказывается действовать? Ну, похоже, сегодня хоть один республиканец что-то предпринял. Или не совсем. Губернатор Техаса Грег Эбботт, похоже, объявил о вторжении на южной границе. Согласно Конституции США, а также Конституции Техаса, этот шаг позволяет штату самостоятельно пресечь поток нелегальных иммигрантов без какого-либо согласования с федеральным правительством. В частности, решение Грега Эбботта задействовать статью о вторжении дает Техасу право отправить национальную гвардию и местное отделение ДПС для выдворения мигрантов. Но в своем пресс-релизе сегодня Грег Эбботт заявил, что хочет отправить нелегальных иммигрантов к границе. Погодите. К границе. Кен Кучинелли, бывший генеральный прокурор Вирджинии и большой сторонник положения о вторжении, отмечает, что слова «к границе» не означают депортацию. Это не остановит волну нелегальных иммигрантов, и это не приведет к полному запуску механизма защиты при вторжении. Итак, это просто пресс-релиз? Еще один пример слов? Или это потенциально заявка на лидерство? Республиканцы сейчас побеждают в Конгрессе. В любой момент может быть объявлено, что они получили большинство. И тогда встает вопрос, способны ли они по-настоящему решить кризис на границе? Или, может быть, вернуть наши законы о выборах в доковидное состояние? Или могут ли они стать той единственной здравомыслящей силой, прежде чем мы втянемся в Третью мировую войну? Нами слишком долго манипулировали, нам не давали слова, подвергали цензуре, наши вопросы называли теорией заговора. В то время как английский язык настолько искалечен, что вы больше не можете объяснить, что такое женщина. Или почему мы идем на войну? Нам нужны лидеры, честные лидеры. Из любой партии, на любом уровне власти, которые будут действовать и помнить, что работают для нас. Субтитры создавал DimaTorzok